Защита имущества, а не его изъятие. Экстренная эвакуация людей, а не ограничение передвижения. Прежде чем мы узнаем, почему на Донбассе ввели режим чрезвычайной ситуации, а не чрезвычайного положения, давайте разберемся в их ключевых отличиях. Что характерно для чрезвычайной ситуации? Защита населения, защита имущества людей, жизнеобеспечение пострадавших, предоставление экстренной медпомощи, противодействие техногенным катастрофам, ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, экстренная эвакуация людей, формирование добровольных групп для гражданской защиты, создание укрепрайонов, радиационная и химическая защита, психологическая защита, контроль питьевой воды и продуктов, доступ к объектам для проведения аварийных работ, требования придерживаться правил безопасности. В отличие от чрезвычайной ситуации, для чрезвычайного положения характерно ограничения въезда-выезда, передвижения, досмотр машин, запрет забастовок, изъятие имущества, усиление охраны правопорядка, введение комендантского часа, запрет проводить массовые мероприятия, личный досмотр, проверка документов в общественных местах, проверка грузов, служебных помещений, жилья, изъятие оружия и боеприпасов, ограничение связи, регулирование работы теле- и радиоцентров, ограничение передачи данных через компьютерные сети. Не стоит путать эти два понятия и подвергаться общей волне паники.